Всем привет! Вы на канале Gadgetmania и сегодня мы сравним два самоката Kuga X1 и Ninebot Max G30. Мне написал один из зрителей канала, я с ним встретился и будем снимать качественный контент. Давайте начинать, поехали! Итак, друзья, давайте поговорим о внешнем виде Kuga X1. Смотрите, мне очень нравятся его красные элементы. Это начинается с амортизации и прослеживается во всем. В надписи на деке, в габаритных огнях, сзади красного цвета, в зажиме, который в механизме складывания, в передней амортизации, в вилках красного цвета, точнее втулках или вот эти вот крепежные элементы, которые непосредственно отвечают за складывание руля. Руль складывается, если это все дело отвинтить. Сам бортовой компьютер, но он стандартный на Kuga, то есть это TF100, то есть какая-то модификация новая, современная. Также посмотрите, как он выглядит внешне спереди, то есть в темноте это очень-очень, в принципе, неплохо. Да, может быть, будет сначала не хватать этих огней, но вот хозяин самоката будет что-то дозаказывать в виде каких-то дополнительных фар и непосредственно крепить для того, чтобы надежно понимать и знать, что у него хорошее освещение будет спереди. Да, спереди только или сзади тоже? Нет, только спереди. Дальше. Смотрите, по внешнему виду. Хотелось бы сказать, что этот самокат очень-очень такой прям собранный. Он сбитый в плане, он выглядит очень компактно, то есть он выглядит как гоночный болид. Небольшой по размерам. Вес у него от 19 до 20 килограмм, там в граммах разницу я вам точно не скажу. У него есть офигительная ручка, которую удобно управлять, то есть за эту ручку его можно поднимать. Такой ручки нет у Максима, то есть у Ninebot просто не хватает такой ручки. Именно это та вещь, о которой я говорил. Если нет сидения, то самокат неудобно передвигать, если вы хотите его поднять, если вы хотите его перенести на бордюр. И, в общем-то, вот такая ручка, она действительно решает очень-очень много проблем. Дальше. По техническим данным. Это самокат мощностью 600 ватт мотор. От 13 до 14 тысяч у нас миллиампер часов батарея. Не 600, вру. 600, 600, да, мотор. И в ватт-часах это получается 650 против 550 на Максиме. Что нам это дает? Нам это дает, во-первых, мощность. Мощность 48 против 36, она, естественно, дает о себе знать. Этот самокат человек разгонял, правда, не по GPS, а по внутреннему бортовому компьютеру, до 52 километров. Естественно, такой скорости на Максиме вы не добьетесь. Теперь о минусах, которые я вижу прямо вот с лету. Это материалы, из которых сделан этот самокат. Естественно, он требует доработок в дальнейшем. Сейчас можно кататься, может быть, сезон, может быть, полтора-два. Но, в любом случае, гидроизоляция здесь, она вроде как даже не пахнет. Также у нас материалы, из которых сделан этот самокат. Естественно, это какой-то вид сплава алюминия. Но, если вы не будете смотреть и не поставите рядом два самоката Ninebot и Kuga, вы не поймете разницу. Вот сейчас она очень отчетливо видна. Те материалы использования, те материалы, из которых сделан самокат, это так называемая сыромятина. То есть, я ее так называю. Почему сыромятина? Потому что все самокаты Kuga, может быть, сейчас они начинают уже каким-то образом исправляться и делать улучшенные модификации, где они используют более качественные материалы. Но все винты, все болты рекомендуются заменять для того, чтобы в дальнейшем использование самоката не приносило никакого дискомфорта. Естественно, его надо обслуживать, разбирать деку, делать гидроизоляцию, обслуживать как раз-таки по замене механизмов крепления. То есть, вот как раз-таки этих винтов, потому что изначально они сделаны для удешевления себестоимости самоката. Они сделаны из не совсем качественных материалов. Но внешний вид этого самоката мне очень нравится. Минусы. Здесь очень широкий руль. Он прям безумно широкий. Сейчас выставлено, естественно, его можно поднять выше. Сейчас выставлена вот такая вот высота руля. Подрост непосредственно человека. Удобно использовать. Грипсы, как всегда, как на Kuga M4 Pro, они немножко под руку ложатся. Мне эти грипсы было использовать удобно. Но круглые грипсы, к ним привыкаешь быстрее, потому что рука охватывает их практически полностью на 360 градусов. И посмотрите, какая ширина у нас руля непосредственно на максиме. То есть, меньше. Естественно, это удобнее. Здесь хват шире. Естественно, менее удобнее. По техническим данным по системе торможения. Здесь их две. Так же, как на Максиме. Это электронная, рекуперативная и механическая. В барабанном тормозе сзади. Хозяин самоката говорит, что очень хорошо срабатывает система рекуперации. И он ее даже отключает, потому что самокат начинает достаточно резво и резко тормозить. Для безопасности своей человек просто отключил и использует просто барабанный тормоз. Правильно? Да. Правильно. Здесь у нас тоже две системы торможения. Это тормоз барабанного типа в переднем колесе. Там он сзади. И электронная, тоже рекуперативная. У меня выставлено значение через приложение среднее. Многие выставляют на минималку для того, чтобы увеличить накат. Сейчас мы прокатимся. Я выскажу свои впечатления о, вы увидите картинку, может быть, уже увидели, как это выглядит со стороны. Но, если честно, я не ожидал такого от Куги. За 31 тысячу рублей плюс доставка вы получаете, наверное, ультимативное решение. Почему? Потому что на нем действительно присутствует амортизация. Если попрыгать... Вот я, 95 килограмм. С рюкзаком, как и говорил, 110. 105, точнее, буду весить. На кочках в повседневном использовании этот самокат будет... Вот проявляются все неудобства сборки Куга. Я не хочу ни обругать этот самокат, ни похвалить. Он такой, какой он есть. У него такая же бескамерная резина сзади. Ширина шины получается больше, чем на... Там 60 на 70, на 6,5. А здесь у нас 200 на 60. Она чуть-чуть пошире, как бы. Передняя шина у нас чуть поменьше. Колеса не 10-дюймового, а 8, да, по-моему? 8, там 8,5. 8,5 спереди и 8 у нас непосредственно сзади. По поводу внешнего вида сказал, всего сказал. Ну вот, надо смотреть. Сколько он по времени заряжается? Порядка, наверное, 6 часов. Я его не разряжал уже полностью. Ну, человек владеет не совсем... Недавно приобрел. Очень, кстати, прикольно, что вот не сказал, забыл. Переднее колесо на литом диске. Это уникально. За эти деньги вы получаете литье. Китайское, но литье. Дальше. Сам зарядное устройство шумит с вентилятором? Нет. Без вентилятора? Не шумит? Обычная 2-амперная. Обычная 2-амперная, да. Заряжается у нас здесь вот спереди. Но на самом деле он очень хорошо выглядит. Этот самокат выглядит лучше, чем на картинке. Поэтому я и рассматривал. Есть видосик, ссылочка будет в описании, где я принимаю решение, какой я самокат все-таки приобрету. Либо Максима, либо Kuga X1, либо M365 Pro. И в принципе, наверное, бы, может быть, даже не обломался, если бы я взял X1. Но предпочтение в дальности. По скорости. Человек говорит, хозяин самоката говорит, что 52 максимальная, средняя скорость, наверное, 30 километров. Мощность 48 против 36, как я и говорил, безусловно, будет выигрывать. 48 всегда будет быстрее, мощнее и дальше. Сколько примерно он проезжает на одном заряде? 30 километров, да? 30 километров я проезжал, и это было еще не полностью раздражено батареей. 30 километров стабильно проезжает. Я проезжаю стабильно от 35 до 38 километров. И тоже, по сути, в нулину. А нет, один раз я его в ноль рассадил. И, по-моему, дальность была в районе 40 километров. То есть, внешний вид, смотрите, друзья, вот он выглядит очень хорошо. Прям вот очень хорошо. Посмотрите. Естественно, здесь можно заколхозить какое-то сидение. Дека по ширине, ну, мерить как бы примерно плюс-минус одинаково. Естественно, вот здесь вот сделано по типу, как наждачки. Человек владеет меньше месяца, и она со временем будет стираться. Но это все решается путем наклейки какой-то дополнительной резины, которую можно приобрести на Алиэкспрессе. Все то же самое будет происходить на Максиме. У меня сейчас пленка уже заюзанная, трехнедельная, как бы. Но в любом случае надо будет принимать решение, как защищать для того, чтобы это все работало без проблем. Вот подножка. Она здесь есть, и не всегда удобна мне, по крайней мере, в моих кроссовках. Также из очевидных плюсов. Клиренс. Какая высота у нас деки рабочая? Клиренс, без понятия. Я думаю, здесь от веса райдера, да? Нет, ну вот, нет, она с завода. Вот она, допустим. Да, вот. Мои 7 сантиметров против 15 сантиметров. Естественно, здесь будет ехать удобнее. В плане, вы не будете обращать внимание на те бордюры, на которые обращаю внимание я, как владелец Ninebot. Вот сейчас смеемся, сравниваем по высоте и по длине. То есть у нас, смотрите, Ninebot у нас больше и длиннее. Куга Х1 короче сама база вся, самоката. И при этом он выше. Естественно, вы не будете испытывать никакого дискомфорта по сравнению, допустим, с низкой базой и с низкой декой. Тут очевидный плюс на стороне Х1. Тут я не буду, как бы, высасывать из пальца и облизывать, как бы, Ninebot. По поводу качества сборки, естественно, разница есть. Она прям чувствуется. За 31 тысячу рублей вы получаете максимум, но при этом вы должны понимать, что нужно будет обслуживание. За 50 тысяч рублей в рознице официальной вы получаете ультимативный самокат, который сел, поехал. Ну и обслуживать надо будет раз в тысячу километров замена подшипников. То есть, как бы у тебя четыре точки опоры получается. Слушайте, ну вот я сейчас еще раз прокатился чуть-чуть, да. Во-первых, я узнал, что я катился на первой скорости. У него, естественно, почему-то, как раз-таки, это и плюс, и минус одновременно. У него очень резкий рывковый старт. То есть, он не плавно набирает ход, а он не то что дергается, а вот когда мощи до хрена, вот получается, что у нас старт, может быть, за это, конечно же, отвечает велокомпьютер, ну, стационарный вот этот компьютер управления, как бы, если бы чуть мягче, было бы вообще. Но тогда, может быть, потерялась актуальность. Может быть, можно в настройках настройки? Там есть настройки, но не помогает. От одного до пяти без разницы. Да? Да. Он так же прямо рвет. Я не чувствую, сейчас стоит, минимально стоит сейчас. Он прямо рвет. То есть, по сравнению с Ninebot, я знаю, что я плавненько, на какой бы я из трех режимов ЭКО, Драйв или Спорт не ездил, он плавненько набирает скорость. И максимум двадцать пять. Тут, как бы, прямо рвет. Я на первый прокатился, на третий включил, побоялся ехать, потому что, ну, во-первых, как бы, тут люди, и негде разогнаться, если что, экстренное торможение. То есть, как бы, еще непривычно. Мне непривычно, что только задний тормоз. Потому что это заносы. Это заносы. И, наверное, ты правильно сказал, что, может быть, не хватает переднего тормоза. Но, по сути, здесь есть, наверное... А, тут нету, надо ставить, может быть, эти... Ставить, как она называется? В теории можно поставить раз-другое колесо с диском, допустим. Да, ставить диск и тормозной колодки, ну, непосредственно тормоз. Если был бы еще двойной тормоз, наверное, вообще все равно. Ну, если так думать, проще купить самокат. Есть самокат на 9 тысяч дороже, если не ошибаюсь. Не помню, модель как это называется. Заксбок или как это? Ну, типа того, что-то, да. Там уже и передний, там и оба колеса пневмо идут. Это самокат одного, мне кажется, из одной вообще серии, что вот этот некоторый клон Speedway 4 Mini или Starway 4 Mini. Ну, некоторый клон, да, он, скажем так. И подобные самокаты очень много, которые похожи друг у друга. Ну, китайцы друг у друга воруют, как бы, концепцию, концептуально. Но тут они, понимаете, Kuga X1, это самокат, мне кажется, сделан и разработан именно для быстрой городской езды. Достаточно быстрой городской езды. Ну, вот честно, много споров сейчас идет о том, что 25 километров в час для города мало. А я говорю, достаточно. Вот ты как считаешь? Я считаю, да, аналогично. Потому что я езжу все время на первой скорости. В некоторых местах, где пустая улица, допустим, я включал была вторую-третью и уже летел там на большой скорости. Но это крайне редко. По крайней мере, в нашем городе таких мест не так много. Да. Ну, смотри, тоже, вот нюанс такой тоже, что у меня есть моменты, когда мне хочется газануть. А у меня стоит круиз-контрол и 25 километров, и больше он не едет. Хорошо, я разблокирую прошивкой смены региона по Е30. Но этот-то едет, ты говоришь, 52 с твоими 70 килограммами. Ну, 52, это причем он едет по бортовому компьютеру. Может быть, он едет и меньше, конечно, 45. Ну, пускай едет 45, но всяко больше 40. То есть, именно тут запаса мощности на рывок, на обгон будет чуть-чуть побольше. Это тоже надо учитывать. Ни в коем случае, друзья, вы должны понимать, я никаким образом не облизываю KUG X1, мне вообще абсолютно все равно. Просто очевидное сравнение. Ninebot это такой удобный круизер. То есть, ты на нем сел и едешь. Достал из коробки, зарядил, не зарядил и едешь. KUG X1 это тачка, которую со временем придется ремонтировать. Потому что это KUG X1. Это материалы, это сборка и так далее. Но при этом он тебе дает вот те возможности, о которых мы с вами разговаривали. Небольшое отступление. Во-первых, огромное спасибо Виктору. Человек сам мне написал. Я говорил, что, ну, если хочешь, давай сравним. То есть, мы все это спонтанно. Естественно, я высказывал свои эмоции, первые впечатления. И я не хочу сказать, что KUG X1 лучше Ninebot. Нет, ни в коем случае. Он хорош за свои деньги. Это самокат, стоимость которого 31 тысяча рублей. Плюс будет скидка по промокоду GMMAX. Бегом ныряем в описание, смотрим. Если надо, заказываем. Все, без проблем, ребятушки доставят. Если не сделают скидку, пиши мне. Я разберусь. Скидку сделают в любом случае по промокоду от канала Gadgetmania. GMMAX. Скидка на любой самокат в магазине EcoVills. Виктору большое спасибо. Он даже, если честно, ну, скажем так, был воодушевлен тоже этой встречи, этой беседы. И говорит, было бы у нас хорошо, если бы самокатчики в городе как бы объединились в какую-то группу. Виком понимании, что там может быть как байкеры, там совместные какие-то поездки, там покатушки. Но у нас, к сожалению, такого нет. Плюс вы сами знаете, какая ситуация, сами знаете с чем. В любом случае, Вить, большое тебе спасибо, что откликнулся. Прям моментально. Все, мы это сделали за один день. Он написал, я говорю, давай. Он говорит, давай. Встретились. Вот таких людей я очень сильно уважаю. Большое спасибо тебе, Виктор. Ну что, вкратце, ты доволен вообще покупкой этого самоката? Безусловно, доволен. Есть ли какие-то у тебя пожелания, что ты вот хотел бы, а вот это бы хотел по-другому, вот это бы еще что-то? Ну, конечно, хотелось бы, наверное, чтобы, скорее всего, это зависит от бортового компьютера, от контроллера, да, чтобы более плавный старт был. Он немножко рисковать, скажем так. Но я, конечно, не привык, может быть, нужно отрегулировать как-то еще. Вот. И что еще? Что еще можно добавить? В остальном, я всем доволен. Добавить только бы я, наверное, фары установил еще дополнительно. Ну, тут уже как бы обслуживание фары, замок, чтобы ходить в магазин, да? То есть, может быть, ручку для ребенка для того, чтобы прокатить, как бы. Но ты вот говорил мне, что, типа, дека маленькая, и ребенку некуда вставать. Ну, встает, да, но, скажем так, впритык, практически впритык, то есть, на грани. А, еще один момент, что хотел добавить. По поводу компьютера. Забыл, да? Забыл, да. Ну, ничего, ну, смотри, это какого... Хорошо, вот, то есть, по сути, ты вот вложил в него 30 рублей, там, полторашка доставка, как бы, и, наверное, другого выбора в эти деньги нет. Да, в эти деньги, я думаю, нет, потому что, как вариант, это МЧ-2 мини, но его, вроде как, уже нет в продаже почти нигде, я смотрел, нету. И пусть там впереди будет не пневмо, а, по-моему, там, обычные колеса, да, это, вроде как, влияет. Влияет, да. Влияет. Ты вообще, что, вот, заставал его, залетил, ничего не накачивал, он ничего не проверял, ничего не делал. Да, я даже забыл проверить давление в колесе, просто его прикрутил, люфта вообще не было. Я сейчас немножко люфт появился, чуть-чуть совсем, да, надо смотреть. Ну, он незначительный, да. Кстати, вот, вспомнил, что я хотел еще добавить. Хотелось бы, конечно, еще блокировку, то есть, ну, допустим, можно было бы, чтобы с ключа встречался, да, и чтобы можно было сделать эту блокировку, чтобы я закопировал, вошел, допустим, куда-нибудь. А, вот, не классные приложения, да? Да, чтобы вывести колесо, ну, то есть, человек хочет забрать его, да, к примеру, но он не может, оно блокируется, колесо не дает ехать. То есть, ну, какая-то вот степень безопасности, да. Безопасности, да. Это бы хотелось бы, мне кажется, это не так сложно сделать, просто, это на уровне программы. Слушай, я сейчас задумываюсь над приобретением самоката Суна, Суну 20 лет. По сути, он худенький такой же, как ты, я-то толстый, понимаешь, жиро-басеный. И худой, такой тоже спортивный, как бы, и твои, вот, 70 кг, мне кажется, он будет ехать, ну, в килограмм, 40 точно. Мне почему-то, наверное, поверили. Просто вот надо зарядить, и тебе прям в упор его выкатать, как бы, 40 лет. И для города, ну, даже, может быть, для поездки по какой-то пересеченной местности, такой несложного, скажем так, рельефа, идеальный самокат. Вот Kuga X1, это, наверное, вот, они добились того, что они убрали вот эти все болячки серии М, потому что там были проблемы с... у тебя нет никаких, ты складываешься в черву, нет? Да, постоянно складываю. Складываешь никаких проблем, да? Складываешься постоянно и домой. У меня на М4 Pro развалился гусь вот этот, или как он правильно называется, крепление гуся развалилось буквально через 2 недели. То есть оно работало, но при этом я уже нажимал там, там специальный механизм, по типу, как... тоже шпильковый такой. Ты нажимаешь на определенную, не клавишу, а на определенный держатель, и он у тебя, типа, поднимается вверх. Здесь это выполнено как вот, скажи, как он? Да, вот здесь тоже поднимается вверх, вот, и все. А как фиксируется? Вот фиксируется там, как же, видишь, фиксируется в другую проблему. И все, так поставил, и все. Да, да, ну, еще ручки можно сложить, ручка не спадывала. В необходимости можно сложить. В лифт заезжает, и у меня лифт большой, поэтому... То есть заезжает, и у меня заезжает, да. Ну, слушай, а если у меня заезжает, то есть мы выяснили, что на N-Bot Max у нас определенно длиннее X1, это может найти во всех технических характеристиках, на всех интернет-магазинах и на всех форумах. Но вот одно дело, когда ты самокат покупаешь по картинке и по видеообзору, а другое дело, я вот немножко другим представлял. Я думал, он будет больше, потому что если выкатить махину M4 Pro, да, то есть там такой, ух, прям трактор такой, он, как я его... Я его называю такой разъебанный, извиняюсь за рождение, пазик. Когда ты видишь, он весь крещит, скрипит, кряхтит. Вот здесь вот я прокатился сейчас, еще чуть-чуть прокачусь, как бы, и я понимаю, что он собранный. Собранный не в плане, что... Вот как объяснить правильно? Более монолитный. Да, то есть он такой, как будто вот, когда комок снежный ты начинаешь делать, бывают такие вот тряхлые, это вот M4 Pro, а бывают вот такие, прям, как ледышки. И вот это больше похоже на ледышку. Но если сравнивать лоб, материалы использования, ну тут, ребят, тут почти два раза разница. Полтора точно, как бы. У нас, если официальная цена на этот 54, пускай будет 50 тысяч рублей, да, вы можете поспорить, спорьте, пишите в комментариях, то этот в официальной рознице 31, можно, может, где-то по скидке на выбор. Кстати, если что, да, вот скидочка будет, GM Max без проблем вам сделают, как минимум, там, 500 рублей скидки, точно, пишите, если что, в комментариях ссылка будет. Даже на Kuga X1 вам сделают скидку. И вот сейчас я к чему это все подложу? Я задумывался, то есть у меня вот был и есть до сих пор видео, которое я снимал месяц назад, я выбирал между M365 Pro, X1 и Maximum. Я выбрал Максима для того, чтобы не ебаться. Не ебаться с чем? Не ебаться с гидроизоляцией, не ебаться с... быть уверенным в качестве сборки. В качестве вот... это не силу мин, а действительно авиационный алюминий. Но, если бы денег было по минимуму, вот, то есть, условно, не то, что по минимуму, 30 тысяч рублей это тоже как бы на дороге не валяется, это достаточно, ну, серьезные финансовые скидства, то за 30 тысяч рублей, наверное, вы получаете максимум. Не то, что вы получаете топ оф зе топ, а вы получаете просто максимум на 30 тысяч рублей. Мне кажется, это так. И скорость, и мощность, и при этом удобство использования. Он вот воочию, он не выглядит, как он выглядит на картинках. Даже не так, как он выглядит на видеообзорах. Он вот такой вот, скажем так, Lada Vesta Cross какой-нибудь. Или Lada, все сравнивают Kuga с Жигулями, что они такие же, ну, скажем так, хуевые по сборке, будем говорить своими словами. А вот он выглядит, как сейчас, вот пойди купи Lada, условно говоря, за миллион, сколько в Vesta Cross стоит? Миллион, хорошая комплектация. Ну, я думаю, вы говорите, типа, как Hyundai или Kia можно сравнить его, а Ninebot можно сравнить, как Toyota. Да, да, да. Ну, все сравнивают его с Mercedes, ну, конечно, здесь у Ninebot тоже есть свои минусы. Первый минус, это, как вам правильно сказать, для меня есть и будет, остается его, не то, что вес, а вот, как бы, из-за того, что клиренс небольшой, мне надо, я его постоянно поднимаю до вот такой высоты для того, чтобы перенести. Это единственный для меня минус. Больше минусов у этого самоката нет. Он ездит там в среднем от 100 до 1000 километров, меняешь подшипники, не сам так заплатит 1000 рублей, тебе поменяют. Сами подшипники стоят 150 рублей. Ну, хорошо, какая-нибудь Германия будет стоить 250 рублей за спальшивник. Больше ни о чем думать, фу-фу, не надо. По гидроизоляции. Есть какая-то из коробки гидроизоляции? Ну, судя по тому, как мне говорят, по описанию продавца и по обзорам многочисленным, есть, да, как минимально, то есть, я так понял, гидроизолирован от этого кабеля. Это прямо с завода? Да, ну, там она так, скорее просто с дискатой гимнезирована, но надо это делать. Ну, в целом, судя опять-таки по обзорам именно этой модели, по разбору, да, по разбору, то есть, тут она не дырявая модель, не дырявая, то есть, вот так туда не долетит. Я один раз только в дождь попал, проехал самодел. Кстати говоря, что хорошо, крыло заднее, то есть, я остался чистым, попал в дождь, был мокрый весь, но грязи на штанах, тем более на куртке не было. Ну, крыло широкое, крыло, во-первых, само колесо, оно шире. Немного, но шире. Во-вторых, само крыло шире. И крыло здесь, ну, я не знаю, по клипкости, как бы, оно более надежно, потому что, опять же, все зависит от размеров. Если у нас, условно говоря, колеса меньше, они здесь меньше, 8, 8,5, там десятка в обоих случаях, то здесь у нас, из-за того, что колесо 8,5, да, ой, точнее, да, 8,5, 8,5, впереди, это зайдет 8,5, 8,5, то и крыло будет меньше. Оно шире, и оно получается, вот как вам, я не знаю, как вам описать общие впечатления от авокадо. То есть, он такой вот прям, вот, оп, 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 и хорошо зажали, и вот получился QGX1. Ультимативное решение за 2100 рублей. Где и как покупать, ссылки в описании. Вам большое спасибо за просмотр. Андрей, да? Виктор. О, Виктор, прошу прощения. Перед записать надо. Вам большое спасибо за просмотр. Где и как покупать, ссылки будут в описании. Большое спасибо Виктору за то, что он, во-первых, встретился, уделил мне час своего личного времени. Это очень хороший самокат за свои деньги. QGX1 мощный, компактный, определенно нелегкий, но это до 20 килограмм, это нормальный вес для мужика. Даже, может быть, девушка сможет его носить. Жена ездит. Жена ездит, да? Вот, то есть, это ультимативное решение. Если у вас нет на Макса, и если нет акции на Макса, то берите QGX1, это будет очень хорошее решение. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка, и пиши Дональдак, если досмотрел до конца. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok